Муркок и хроники Корума отдельно. Что там было? Структура книжки интересная. Вообще Муркок любопытный писатель. Я имела ввиду на основе известной мифологии. Да-да, я к этому и хочу. Об этом как раз и хочу. Ты помнишь у него там боги хаоса, да? Потом еще два бога, которые в итоге вписались и всех богов убили под конец. Гулящие там какие-то были. Ну да, Рин и Кул его звали. Кул Рин, да? Рин искал свое... Нет, не Рин его звали. Ну или Рин. Ну не важно. Нет, это важно. Два гулящих, у них имел могло быть там миллион. Ну дело не в этом. Дело в том, что у одного бога был потерян глаз, а у другого бога была потеряна рука. Да. А Корума этого князя эльфов, ну как-то он странно этих эльфов воспринял, как-то он их описал так. Ну, дай бог, это, грубо говоря, его личное, ну как сказать, творчество. Ну, у меня мнение всегда одно нашмалялся. Увидеть что-то свое. Ну, нет, там интересно с точки зрения того, как он, как Корум, этот главный персонаж, как он сыграл свою роль, как произошло событие с точки зрения именно... Ну вот, к примеру, к примеру, вот она реальность, да, вот та, которая описана там. Она интересный параллель, она кое-что раскрывает с точки зрения нашей реальности тоже. Ну это все, все абсолютно книги фэнтези, так или иначе... Привязаны. Да, привязаны к тому, что происходит у нас. И почему у нас этого не происходит? То же самое, да? Почему у нас эльфы вдруг пропали? Хотя мы-то знаем, что они никуда не пропали. Ну, может, то, что в книгах прожито, оно кальку снимает, и здесь этого уже нет. Да, они пытаются, да, мы об этом говорили, они пытаются перекрыть тему съемкой фильмов, к примеру, да, чтобы это не произошло, написанием книги, чтобы это не произошло. То есть, вроде бы как, то есть, продуктивное воображение блокируется за счет того, что это вроде бы как уже есть, но вот есть, вот ты можешь это подержать в руках книжку, прочитать и все это представить, увидеть, пережить. Но физически ты это не переживаешь в полном масштабе, да, грубо говоря. Но ты это как-то все-таки переживаешь, потому что иногда ты такой прочитал книгу и думаешь, блин, это же все было со мной. А теперь представь. Эмоции, это на эмоциях завязано. А теперь представь, что да, что нам все время говорят, что эмоции – это враг человеческий. С другой стороны, говорят, нет, это хорошо, конечно, но нужен контроль, прочее, прочее. С точки зрения древа жизни, да, там вообще есть такая версия, что эмоционального центра нет, не существует. Как мальчик в «Виртуальная реальность 5», помнишь сериал? Угу. Вот там один мальчик, главная героиня, сказал, говорит, «Это придумали, вот этот центр, говорит, придумали так, чисто для…» Чтобы было. Ну, типа, ну, нет, он как-то хорошо там, это все сказано, понимаешь. Я просто не помню конкретно, давно его видел. Ну, в общем, смысл такой, что его придумали чисто для баланса. То есть, понимаешь, да? То есть, чисто для баланса… Завершающий четырех… А так его вроде бы как и нет. Угу. Но так интересно, у него есть название, и название совпадает с английским словом «смерть». Угу. Death. Угу. Death. Угу. Но, ты же понимаешь, да, как мы слушаем речь и как мы ее воспринимаем. У нас это немножко по-своему все. Ладно, давай к корому вернемся. Угу. А то мы так можем далеко уйти. Угу. Они ввели богов порядка. Угу. И богов хаоса. Угу. А такие персонажи реально есть. В амбирах похоже, нет? Похоже отчасти. Ну, не так совсем. Ну, ты вспомни, у Корома там вот эта Ксиамбарг королева, да? Угу. Арьех, этот, валет мечей. Угу. И короля звали... Не помню, как звали короля. Не важно. В общем-то и не важно, да. Я этих двух вообще помню, хотела назвать чисто бродяжками. Мобиль Рот звали королем. Нет, дело в том, что это имена взяты не просто так. Они взяты из кельтских сказочек. Угу. Которые могли сквозь время и пространство охотиться за выбранной жертвой. Угу. И они охотились... Не просто так. Они пели песню охоты. Угу. Помнишь? Угу. Я вообще давно это читала. Да, я тоже давно. Но вот это любопытные вот таких вот моментов там очень много. Я вспомнилась за мифологией этой руки, что похоже. Ага, вот именно, да. То есть Фенризу тоже откусили руку. Фенриз тоже откусил руку Тюру. Угу. Да? Фенризу не откусили. Фенриз. 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 Но, а знаешь, почему я так и говорился? Есть такая, такой стафор, ну, руна, волчий, волчий крюк называется, да? Угу. А там, по сути, свои, ну, есть, есть действительно такое приспособление, куда там мясо цепляется, вот они высыли, ну, раз крюком на, и убило типа волка, да? Угу. Волк не такой дурак. Скорее всего, это было придумано для псов. Но, сама, сам стафор имеет интересную черту. Руна, ее можно и руной смело называть. там, вот, как будто два зуба кусают палец. Угу. Угу. Какой-то вот... Капкан. Косточку. Да. Это вот, его и так можно. Ну, вообще-то, руны-то не воспринимаются плоско. Во всех смыслах плоско не воспринимаются. Угу. Угу. Он тут, видишь как, он развил эту же тему. Угу. И вот тут показано очень интересно. Угу. 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 и как это решают некоторые, но в мифологии, но этому есть очень сильный фундамент и подсказка в мифологии разных народов причем, и оно так интересно сходится. Миф угадывается, а мифа нет, понимаешь, то есть как купированные, информация купирована, безусловно, то есть нет ни слова о некоторых богах, но их след остался, его видно, то есть это наблюдается не только, как сказать, при сборе информации, это наблюдается вот в таких вот книжечках, откуда вот человек вот такого взял, да, конечно, там что-то там из киевских сказок, но весь прикол получился какой, а что вот если это действительно та самая рука Тюра, понимаешь, а что если это Кул, да, и был Тюром, да, вот на самом деле, или Нуаду, который потерял свою руку точно так же, да, а это его вот рука, ну он просто бога назвал по-другому, а у богов очень много прозвищ, да, знаешь же, как по-скандинавски прозвище бога, хейти, по-русски хейти, нельзя раскрывать тайные руны, да, поэтому пусть все останется инвертусом. Так вот, вспомни, как получилось, боги за свои конечности потерянные, да, убили и богов порядка, и богов хаоса, отличный ход, да, правильно, великолепный, и что мне больше всего понравилось, что они потом забирают эти руки, в смысле, эти части тела, руку и глаз, и ведет диалог только один бог, а Корум говорит, ну что-то ж мне оставь, да, типа там, хоть как-то там, а тот говорит, да, я могу вообще просто так забрать у тебя это, он говорит, ну, тогда все будут знать, что ты слова не держишь, ну, что это за бог такой, да, там все дела, а Корум говорит, ну, ладно, хорошо, ничего страшного, понимаешь, сделаем, как ты хочешь, пожалуйста, понимаешь, и эти боги были любопытны, чем вот интересно, да, этот ход, они были вне понимания добра, зла, раз, и что мне опять же нравится, и боги хаоса, и боги порядка, я не люблю понятие разделения, конечно, тьму и свет, порядок и хаос, это, во-первых, надуманные разделения, да, совершенно неоправданно, вот, блин, меня эти сволочи отвлекают, я неоправданно,